Двухмиллионный рубеж преодолённый. Человечество стремительно приближается к трёхмиллионной планке. Только представьте, до миллиона инфицированных новым коронавирусом мы шли практически три месяца. Следующий миллион заражённых мы получили менее чем через две недели. Следовательно, новый рубеж, если ничего не изменится, человечество преодолеет в ближайшие дни. Не менее удручающая статистика по смертности от COVID-19. Больше 165 тысяч стали жертвами пандемии. Самый большой процент летальных случаев приходится на объединённую Европу. В среднем около 10%. Тяжелее всего приходится Бельгия. Несмотря на небольшое количество заражённых, там каждый седьмой заболевший коронавирусом погибает. Немногим лучше ситуация в Италии, Испании и Великобритании, где каждый восьмой становится жертвой пандемии. Между тем, во всемирной организации здравоохранения большее беспокойство вызывает Африка. По прогнозам ВОЗ, в ближайшие несколько месяцев количество инфицированных на втором материке планеты достигнет 10 миллионов человек. По меньшей мере 300 тысяч не выживут. Отметим, сейчас число подтверждённых заболевших не превышает и 30 тысяч. На прошлой неделе число зарегистрированных случаев заболевания на моём континенте в Африке увеличилось на 51%, а число зарегистрированных случаев смерти на 60%. С нынешней проблемой получения наборов для тестирования вполне вероятно, что реальные цифры выше, чем официальные. При поддержке ВОЗ большинство стран Африки в настоящее время проводят тестирование на COVID-19, но всё ещё существуют проблемы в доступе к комплектам для экспресс-исследований. Растёт количество инфицированных и в России, причём темпы пугающие. Ежедневная выявляемость увеличивается примерно на 15-20%. Наши соседи перешагнули планку в 40 тысяч. Сложная ситуация в Москве. 90% всех выявленных случаев приходится именно на столицу. Уже сейчас больницы не справляются с таким наплывом, а реанимационные отделения переполнены. Россия вошла в десятку стран с общим количеством заболевших, вытеснув из этого антирейтинга Бельгию. Тем не менее, эксперты не склонны драматизировать ситуацию, заявляя, что ориентироваться необходимо не на число инфицированных в стране, а на смертность от COVID-19. Сейчас этот показатель составляет менее 1%, впрочем, как и в Казахстане. Куда сложнее ситуация с распространением коронавируса за океаном. В США уже почти 800 тысяч инфицированных, а это каждый третий на планете. Около 40 тысяч стали жертвами COVID-19. При этом глава Белого дома сделал прогноз, что пандемия унесет от 60 до 65 тысяч жизней американцев. Это куда более оптимистичная оценка. Ранее Дональд Трамп говорил о возможной гибели 100-200 тысяч людей по всей стране. При этом 45-й президент Штатов по-прежнему винит в происходящем Всемирную организацию здравоохранения и распорядился приостановить выплату американских взносов в бюджет специализированного агентства ООН. По словам президента, ВОЗ распространяла китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям пандемии. Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом. Мир рассчитывает, что организация будет работать со странами, распространяя своевременно точную информацию об угрозах здоровью. Но этого не происходит. ВОЗ не выполнила свой основной долг и должна понести ответственность. Их все меньше в новостных лентах. О них не пишут в газетах и не рассказывают в телевизионных репортажах. Для многих эти страны сейчас стали просто неинтересными. В них нет коронавируса. То ли из-за географической удаленности, когда население и так живет в режиме самоизоляции, то ли из-за политического режима. Узнать об этих странах можно ровно столько, сколько сами они позволят. Вот кадры, снятые северокорейскими журналистами. Страна отмечает 108-ю годовщину со дня рождения ее основателя Ким Ирсена. Весна в разгаре, в руках у прохожих цветы и никакой социальной дистанции. Ни один человек, ни разу заявляли в Северной Корее, не заражен коронавирусом. Мы предприняли комплекс предупредительных и научных мероприятий, включающих как инспекции, так и карантин для тех, кто въезжает в нашу страну. Тщательно дезинфицировали все товары, закрывали границы, перекрыли морские и воздушные сообщения. В нашей стране до сих пор не заражено ни одного человека. Кто-то верит, кто-то нет, но доказать что-то трудно. Оливер Ходхэм, главный редактор специализированного сайта новостей НК Ньюс, тоже сомневается. Но привести какие-то серьезные аргументы не может сослаться на достоверные источники тоже. Очень маловероятно, что в стране ни одного случая, поскольку она граничит с Китаем и Южной Кореей. Учитывая объем трансграничной торговли и экономические отношения, я действительно не вижу, как возможно это предотвратить. С другой стороны, страна рано начала вводить ограничительные меры. И, возможно, это позволило предотвратить мощную вспышку. Северная Корея действительно начала бороться с коронавирусом гораздо быстрее, чем многие другие страны региона. В конце января там закрыли границы и отправили на карантин сотни иностранцев в Пхеньяне. 10 тысяч человек находились в изоляции. Около 500, по некоторым данным, все еще остаются на карантине. Так неужели ни одного случая? Ни одного. В противном случае для северокорейских властей это поражение. Слишком много ресурсов государство вложило в пропаганду, объясняет Ходхам. А это Таджикистан. Здесь тоже самоизолировались, но не настолько, чтобы сидеть дома. Въезд в страну пока закрыт, но внутри можно передвигаться без опасений. Даже футбольный сезон начался по графику. К счастью, в нашей стране нет случаев заболевания коронавирусом, но мы, чтобы не рисковать, пока не будем открывать стадионы. Абдухаким об этом не знал и пришел на стадион, чтобы поболеть за любимую команду. Я пришел сюда, чтобы поддержать свою команду, но не смог попасть на стадион. Я спросил у охранников о результате. Они сказали, что истеклоу победил 2-1. Нам, конечно, не хватало эмоционального заряда болельщиков, которые бы гнали вперед, которые бы давали эмоциональный импульс нам. Поэтому, естественно, нам их не хватает. Но я думаю, в скором времени болельщики появятся, потому что ситуация в Таджикистане с пандемией коронавируса, ее практически здесь нет. Я думаю, что ближе к маю, может быть, болельщики появятся на трибунах и будут радоваться вместе с нами нашим победам и гнать нас вперед. Каждым днем список стран, свободных от коронавируса, меняется. Семь инфицированных уже появились в Туркменистане. Не спасли ни закрытой границы, ни окуривание помещений токсичной травой. Использовать гармолу рекомендовал глава государства в своей книге о лекарственных растениях. Впрочем, журналисты оказались проворнее. Они первыми выложили в сеть видео из палаточного лагеря в Туркменобате, где мужчины с подозрением на коронавирус проводили двухнедельный карантин. Возможно, именно они стали носителями вируса. По-прежнему недосягаемы для короны лесота, каморы, кирибати. Нет зараженных на островах Кута, Тонга и Тувалу. Ни одного в Науру и Ниуэ. А еще в Гренландии, скованной ледниками. На западном и восточном ее побережьях проживают 57 тысяч человек. Тем, кто болел, уже удалось справиться с коварной инфекцией. В последние дни в СМИ все чаще стала появляться информация о происхождении коронавируса. Упреки звучат в адрес Поднебесной, якобы там, в Уханьской лаборатории, и произошла утечка смертельной инфекции. Ранее один из американских телеканалов сообщил о нулевом пациенте с коронавирусом. По его данным, заражение пошло от сотрудника китайской лаборатории. Позже Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает, что власти КНР допустят иностранных специалистов в Уханьский исследовательский центр, из которого, по утверждению ряда американских СМИ, якобы и мог начать свое путешествие по миру новый коронавирус. В Фикини не оставили без комментариев заявление госсекретаря США. Позиция Китая в отношении происхождения и путей передачи нового коронавируса ясна. Это вопрос науки. Мы должны полагаться только на выводы ученых и экспертов. Я хотел бы напомнить вам, что в ВОЗ неоднократно заявляли, что нет никаких доказательств того, что вирус получен в лаборатории. При этом многие известные в мире ученые также опровергли теорию утечки вируса из лаборатории, как вовсе не научно обоснованную. Несмотря на обвинения в адрес КНР, отряда СМИ об искусственном происхождении COVID-19 на этой неделе в Пентагоне заявили, что новый коронавирус, вероятнее всего, появился по естественным причинам, а не при помощи человека. В Министерстве обороны подчеркивают, уже собран достаточный доказательный ряд естественного происхождения вируса. Однако там оговорились, что это не окончательный вывод. Китайские ученые приступили к клиническим испытаниям еще одной вакцины от коронавируса нового типа. Таким образом, в Поднебесной тестируют уже три прививки от COVID-19. Испытывать вакцину будут рандомизированным двойным слепым методом и сопоставлять тесты с плацебо. Ученым предстоит выяснить, насколько безопасна и иммуногенна вакцина для здоровых людей и детей старше 6 лет. Между тем, в Великобритании начали массовые испытания лекарств от коронавируса. В тестировании препаратов примут участие около 5000 инфицированных COVID-19 и 165 госпиталей по всему королевству. Масштабное исследование получило название «Восстановление». Эпидемиологи намерены провести эксперимент. Так, испытуемые могут получить как пилюлю с лекарством, так и обычную плацебо. Ученые намерены выяснить, как влияет распространяемая информация в медиа о препаратах, которые якобы помогают в борьбе с коронавирусом. Отметим, в тестах примет участие и гидроксихлорахин, широко разрекламированный президентом США. Мы помним уроки 1986 года, и никто не будет скрывать от вас правду. Так, через 10 дней после начала пожара возле Чернобыльской атомной электростанции президент Украины сделает первое публичное заявление по ситуации. Уже после того, как Владимиру Зеленскому доложат, что возгораний в зоне отчуждения нет. Главным помощником украинских служб ЧАЭС в борьбе с огнем оказался сильный дождь, который прошел в ночь на 14 апреля. Уже вечером было обнародовано видеообращение президента. Несмотря на то, что открытого огня уже не наблюдают, однако в некоторых местах все-таки трава еще тлеет, а дым расползается по территории Незалежной. Начиная с 8 апреля, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины постоянно передавала международным партнерам информацию о пожаре в зоне ЧАЭС. И о повышении радиационного фонда. МАГАТЭ поясняют, изменение уровня радиации связано со сгоранием сухой травы, вобравшей в себя радионуклиды из загрязненной почвы. Тем не менее, согласно данным украинской стороны, возросшие в результате пожаропараметры не представляют риска для здоровья населения. Джулиан Ассанж, будучи в изоляции в лондонском посольстве Эквадора, дважды стал отцом. Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис, добавив, что отношения с основателем Викиликс у нее начались в 2015 году, а спустя два года они обручились. Моррис познакомилась и попала в команду Ассанжа почти 10 лет тому назад. Тогда она стала одним из адвокатов основателя Викиликс. Сейчас она воспитывает в одиночку двоих сыновей, двухлетнего Габриэля и годовалого Макса, и опасается, что дети могут и вовсе потерять отца. Стелла Моррис считает, что жизнь ее возлюбленного угрожает опасность в тюрьме, где его содержат зафиксированные случаи заражения коронавирусом. И один заключенный уже скончался от этой болезни, поэтому возлюбленная Ассанжа призвала суд отпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья. Минувшее воскресенье и понедельник на юг США обрушились торнадо. Стихия разрушила сотни домов в штатах Техас, Алабама, Арканзас, Миссисипи и других, оставив больше миллиона человек без электричества. Не обошлось без жертв. Свыше 30 человек погибли из-за непогоды. По данным USA Today, эта серия торнадо стала самой смертоносной за последние 6 лет. Метеорологи отмечают, такие погодные явления не редкость для юга США в это время года. Однако на этот раз торнадо были более интенсивными, чем обычно. Октоберфест 2020 может не состояться. Несмотря на то, что окончательное решение по празднику еще не принято, премьер-министр Баварии настроен очень скептично. Маркус Зедер в среду заявил, что с трудом может представить себе проведение традиционного баварского праздника пива в этом году, с учетом бушующей по всему миру пандемии. Точку поставят в ближайшие дни недели после консультации с бургомистром Мюнхена. Отметим, проведение всех массовых мероприятий в Германии официально запрещено до 31 августа. Предполагалось, что пивной фестиваль пройдет с 19 сентября по 4 октября. Ежегодно он собирает около 6 миллионов посетителей, большая часть из которых – это зарубежные туристы. Саудовская Аравия не спешит заканчивать ценовую войну на рынке черного золота. Несмотря на заключенную в воскресенье сделку ОПЕК, плюс о рекордном в истории сокращении добычи. Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, которая согласилась убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Риад, государственная нефтяная компания Королевства Сауди Арамка не только продолжит, но и усилит демпинг на рынках Азии и Европы, где ее нефть конкурирует с российской. В опубликованном в понедельник прайс-листе на май Сауди Арамка оставила в силе беспрецедентные скидки на отгрузку в северо-западную Европу и увеличила их для поставок в Средиземноморье и Азию. На ключевом для саудитов азиатском рынке скидки на Араб Лайт увеличатся с 8 до 10 долларов за баррель, на тяжелые сорта до 11,4 доллара. Я думаю, что рынок все еще не отражает то, что происходит с физическим предложением и спросом на сырую нефть. У нас все еще закрыты основные части мира. Но есть надежда на возобновление экономики в некоторых европейских странах или в США. Скорее всего, открытие будет очень ограниченным. Безработица и банкротство некоторых компаний нанесли огромный ущерб, от которого трудно будет оправиться, даже если сам вирус будет в значительной степени преодолен. Неделю назад организация стран экспортеров нефти и другие ее производители договорились о рекордном сокращении добычи, чтобы поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса. На экстренной видеоконференции ОПЕК-плюс участники согласились приступить к выполнению плана уже с мая. Он будет состоять из трех этапов и продлится два года. В мае и июне добычу снизят почти на 10 миллионов баррелей в сутки, во второй половине года еще на 7 миллионов и на последнем этапе еще на 6. Почему Саудовская Аравия продолжает ценовую войну? Какие возможные цели преследуют и к чему это может привести? Мы попросили прокомментировать эксперта. Возможно, Саудовская Аравия преследует еще ту цель, чтобы показать, что если согласия не будет среди всех участников рынка, то последствия могут быть настолько неблагоприятными, что цены уйдут еще ниже. Куда это все придет? Я думаю, что придет оно к еще большему снижению цен на нефть, потому что на самом деле сейчас ситуация определяется уже не соглашениями ОПЕК, ОПЕК+, и даже соглашением всех участников рынка, включая западные страны. Сейчас ситуация определяется тем кризисом, который все больше всего набирает в мире, резким снижением спроса на нефть. Это уже не игры финансовых спекулянтов, это уже не биржевые манипуляции. Это уже реально зафиксированная экономика, снижение, очень сильное снижение потребления нефти в мире. Скорее всего, мы увидим новые низы, ниже 20 долларов, скорее всего, будут цены в интервале 10-15 долларов. В минувший вторник Международный валютный фонд представил всемирный экономический прогноз, согласно которому спад глобальной экономики составит 3%. Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%. Согласно прогнозу МВФ, рецессия затронет 157 стран мира. Отметим, еще в начале этого года аналитики фонда пророчили рост глобального ВВП на 3,3%. Но свои коррективы внесла разразившаяся пандемия коронавируса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!